Здравствуй, мой маленький любитель стратегии. Ты слышишь главного жеужика Алексея Халецкого. А это значит, что ты на канале Лёша Играет. И сегодня в Фераксис представили нам Вавилон, который появится с очередным дополнением в рамках New Frontier, Seedmers Civilization 6, 19 ноября. Лидером Вавилона будет Хамурапи. Я так понимаю, что у Фераксис это вообще любимый персонаж, потому что и в первой, и во второй, и в третьей, и в четвертой цивах лидером Вавилона был Хамурапи. Единственное исключение случилось в пятерке, где внезапно какой-то малоизвестный Навуходоносор II. Ну и естественно у нас очередная имбанация, заточенная на науку. Потому что уникальная способность Вавилона, которая называется Анума-Ану-Эн-Лиль, за счет озарения полностью открывает технологию, а не дает 40% от исследуемой технологии, как другим цивилизациям, или 60% как Китаю. То есть по-хорошему Вавилону наука в принципе не нужна. Даже кампусы можно не строить. Выполняйте озарение и открывайте технологии. Слава богу, это хоть на цивики не влияет. Да, у этой способности есть штраф, вы получаете минус 50% к производимой науке. Но опять же повторю, а зачем вам наука? Технологии, которые не открываются озарениями только в самом-самом конце технологического дерева. Более того, есть во-первых шпионы. То есть я так понимаю, вавилонский шпион, украв озарение у другой цивилизации, просто сразу открывает полностью технологию. Во-вторых, есть великие люди. Помните, есть великий человек, который открывает озарение для всех технологий информационной эры. Вот представьте, что его получает Вавилон, он просто сразу открывает все технологии информационной эры. Ну и еще есть чудо Великая Библиотека, которая дает озарение владельцу каждый раз, когда другая цивилизация берет великого ученого. Кроме того, она вызывает озарение для всех технологий древней и античной эры. Представляете, вы построили Великую Библиотеку, и у вас все технологии древней и античной эры открыты. Понятно, что после выхода Вавилона я сыграю на божестве за него, и я прям хочется попробовать сыграть за цивилизацию, не строя вообще кампусов. Ну, может быть, к концу игры понадобится построить, но вот ощущение, что ты просто за озарение будешь все открывать. Охренеть. Уникальный юнит Вавилона Сабум Кибитум. Это юнит ближнего боя древнего мира. Я так понимаю, он заменяет копейщиков, и его боевая мощь против юнитов тяжелой легкой кавалерии повышена. А также увеличена скорость движения и радиус обзора. Он на три клетки бегает. Вавилонское уникальное здание называется Пальгум. Оно замещает водяную мельницу и дает дополнительное жилье и производство. Вообще, это на моей памяти первое уникальное здание для центра города. У всех остальных цивилизаций они в каких-то других районах располагались. Обычная водяная мельница давала одну еду, одно производство и по одной еде для риса и пшеницы. Пальгум же будет давать одно жилье и два производства и по одной еде всем клеткам с доступом к воде. Ну, то есть, всем клеткам рядом с рекой. Выглядит тоже, по-моему, очень-очень круто. Способность лидера Вавилона Хамурапи называется Нину Илусирум и дает бонус при строительстве всех специализированных районов. При первом строительстве любого специализированного района самое дешевое здание этого района в нем появляется бесплатно сразу. Интересно, кстати, будет ли это и к центру города относиться? Мне кажется, все-таки нет. Кроме того, при первом строительстве любого другого района эта способность создает бесплатного посла. Ну, видимо, специализированный имеется в виду, там, типа, коммерческий, производственный, театральный, кампус, вот эти. А любые другие районы, это там, акведук, пригород, космопорт, аэродром, вот что-то типа такого. Ну, вообще, надо будет проверять в игре. Еще меня интересует, при первом строительстве района вообще или в каждом городе? Мне кажется, все-таки, то есть, только первый центр коммерции получит рынок, только первый кампус получит библиотеку и так далее. Но в любом случае, даже исходя всего этого, Вавилон выглядит как-то супер-пупер круто. Я думаю, уже все игроки приблизительно помнят, какие есть озарения для технологий, и проблем открывать технологии за Вавилон точно не будет. Выполняйте озарения, быстрее выходите в шпионы, чтобы у других воровать озарения, открывать технологии. По-моему, кампусы можно вообще не строить. Что-то как-то очень круто выглядит. Ваши впечатления, как всегда, в комментариях. И играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры.